Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семен на Чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новое путешествие. Мы сегодня отправимся в два интереснейших места. Сейчас расскажу чуть попозже, что это за места. Начнем мы этот день сегодня с завтрака, с национального, с индийского. Хотя мы и на Шри-Ланке, но здесь кухня индийская. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Пожалуй, у каждого бывают такие ситуации, когда мы попадаем в финансовые провалы. Эти провалы могут быть разные. Может на что-то не хватает денег, либо экстренно, срочно нужна какая-то сумма. И мы вынуждены либо обращаться к знакомым, либо к родственникам, либо к друзьям и попросить занять денег. Да, конечно, занять денег можно, но гораздо лучше, когда ты не занимаешь деньги и решаешь вопросы собственным путем. И возможно, вы спросите славян, и как же так решать этот вопрос, если только у знакомых и можно перехватить деньги. И у меня есть ответ. Я уже много раз рекомендовал этот банк и их замечательную кредитную карту, которая сейчас действует на 360 дней. Вы только вдумайтесь, 360 дней пользуетесь деньгами банка и не платите процентов вообще ни рубля. Когда мы делали себе эту карту, условия были 100 дней, и это была самая лучшая карта. Но Альфа-банк пошел еще дальше и сделал целый год пользуясь деньгами без процентов. Вы будете пользоваться деньгами целый год без процентов, если совершите первую покупку после оформления карты в первые 30 дней. 0 рублей за обслуживание без каких-либо условий. Также вы сможете снимать наличные в размере 50 тысяч рублей без каких-либо комиссий. Ну и конечно же, друзья мои, бонус лично от меня. После того, как вы оформите кредитную карту Альфа-банка, совершите первую покупку на любую сумму, вы получите обратно 1000 рублей. Как всегда, ссылочку я оставляю в описании. Переходите, оформляйте, пользуйтесь, самое главное, суммом. Мы приехали в центр города Каньте. Здесь такая движуха, очень много индусов, все в белом. Видимо, наверное, какой-то праздник. Мы зашли в чуть другое кафе, но это тоже местное, ценники. Вообще приятно. Вот прям улет, реально, вот прям все копейки стоит. Мы набрали кучу еды. Йогурт и чай, кофе, вот такие вот булки с яйцом, сладкие еще булки. Такой булочный завтрак у нас сегодня получается. Это всего лишь на 200 рублей. Стиль, конечно, прикольненький. Все такие картины голландские, там куда-то все. Родик, я всего лишь чуть-чуть поел у тебя йогурт. Йогурт с этой. Дожили. Отцу йогурт зажали. Движуха в центре конкретная, что вот мы даже немножко в пробочке стоим. А едем мы на достопримечательность, которая называется Бамбаракириэлла. Это реки, это водопады и это подвесные мосты. В путь! Здесь вот мы едем по этой дороге, получается, уже второй раз в эту сторону, как бы туда на север. И здесь вот прям мусульманские районы, здесь мечети. Вот призыв к молитве, слушайте. Собственно, здесь вот в основном мусульмане. Вот мы попали просто в Индию, это здесь город вообще одни индусы. Куда-то стоят в очереди, непонятно зачем. И у нас прям пробка, вот видите, как гуляют, телефон в заднице торчит. Короче, какая-то бесконечная очередь, я даже не знаю, куда стоят. А самое, что интересно, что вот из громкоговорителей у них здесь постоянно играет какая-то музыка, какие-то объявления, что-то. И это реально так громко. Так, вас отвоенный остановил, говорит, переходите дорогу. Вот это да! Тачка жрет как не в себя. Вон у нас снова загорелась лампочка, но здесь бак очень маленький. Заправляемся. Попросили фултанк, надеюсь, зальют. 400 рупий по-прежнему стоит литр. Вот сейчас посмотрим, сколько литров зальется. Тачка игрушечная, вот реально, игрушка. Залилось 23 литра. Представляете, у нас полный бак. Вообще просто игрушка едет дальше. 9 300 рупий вышло, еще 200 рупий я им дал чаевые. Не спрашивал ни QR-код, ничего. Говорит, полный бак. Я говорю, полный. Он говорит, окей, класс. Как отвернулись с основной, короче, дороги, здесь покрытие дороги начинается, конечно, жесть. И вот мы ползем просто там 10-15 километров. Да уж. Вот это вся дорога, видите, такая плохая. Мы прибыли в местное назначение. Хочу сказать, что дорога действительно, она плохая. Вся в ямках. И ты едешь, дышь, 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 дышь. Но это, ладно, не суть. Здесь, смотрите, серпантин. Сразу дорога уходит вот прям туда, куда-то наверх. Потом еще выше. Здесь вот так вот все оставляют автомобили. Собственно, мы свою тарантайку тоже оставляем. И отправляемся куда-то вон туда. А здесь уже слышно, как шумит река. И она прям бурлит, бурлит, бурлит. Здесь, кстати, можно, видимо, сходить туда спуститься. На входе, кстати, есть палатка. Можно купить воду, различные перекусы. Но нам это, по сути, не надо. Мы начинаем двигаться через вот такие вот постройки. Смотрите, первый этаж это типа гараж. Недостроено, да? А на втором этаже номера. Не знаю, как там внутри. Вдруг кто-то из зрителей здесь останавливался. Напишите, как вам. Здесь на самом деле жилье прям в джунглях. С видом на горы. Нам идти недолго на самом деле. Я сейчас иду и говорю Славику. Слав, вот представляешь, никогда бы не подумала, что мы вот так будем путешествовать по Шри-Ланке. Обычно мы по России так путешествуем. По нашему Кавказу, по Сочи, Геленджику. А здесь мы просто по Шри-Ланке. Своим ходом на машине, где-то в джунглях. Идем куда-то на водопад. Ощущения вообще странные на самом деле. Необычные. Вот отсюда виднеется речка. И, кстати, здесь, видимо, она всегда полноводная. Потому что проложен трубопровод. Видимо, они с ней отсюда качают водичку. А, вот что-то продают. Какие-то фрукты. Правда, мы даже не знаем, что это такое. Не. Алло. Алло. Мы не знаем, что это такое. Нам вот сказали, а мы не знаем. Вот смотрите. Отовсюду стекает вода. Так, да, еще предупреждение. Осторожно, обрыв. Здесь, да, подвесной мост. Вот, кстати, водичка еще продается. Можно даже здесь что-то купить. Оришки всякие разные. Так, что же нас ждет? Слышите, ну мощное. Конечно, звук. Ай, звук от водопада конкретный. О, здесь закрыто. Туда вот, получается, можно было бы спуститься. Но, увы. Вау. Что, вы готовы? Да. Вы готовы это увидеть? Да. Тогда идем. Ой, блин, слушайте, он такой мощный. И мост такой не очень. Да, Мироса, смотрите. Посмотрите, что под ногами просто. Вообще капец. Вот это да. И он шатается, между прочим. Вау. Как же мы любим водопады. Ваше ощущение? Родик, прекращай. Он шатается. Да. Да, все там. Все там. Все, убери телефон, пока он куда-нибудь не упал. Да, да, здесь. Да, да, Мироша. У Мирошки такие эмоции. Вот это горит, да. Ой-ой-ой. Слушайте, идти бесконечно страшно просто. Потому что мост, он вообще шатается. Гляньте, как сильно. Да, Мироша? А еще нога может провалиться в эту дырку. Ой, ну видишь. Вот это да. Класс. Ну вот мы и это дошли. Сейчас пойдем смотреть дальше на водопадике. Так, мы решили спуститься к воде. Интересно же, сколько градусов водится. Еще класс, а? Класс. Но водопады, это вообще просто кайф. Слушайте, ну холодная, конечно же. Горная, холодная. Но не такая холодная, как у нас на Кавказе. Самый прикол в том, что в то путешествие мы забыли с собой дрон. В это путешествие мы забыли с собой купальные шорты. И сейчас как было бы, кстати, освежиться на самом деле. Но, увы, будем просто мочить ноги. Красота. Местный туризм здесь вообще развит. И посмотрите, мы попали в такую пробку, потому что огромное количество местных туристов приехали. И мы вот сейчас на водопаде стояли одни. Здесь только чувак, который чай разливает, как зануда. Встал у нас над плечом и все. А потом в итоге начали выходить. У нас типа деньги, типа дайте мне. Вот, короче, попрошаек трындец здесь как много. И они как эти, как зазывалы на яхте в Сочи, вот, портят все впечатление. Мы начали на мост подниматься. Нам типа, говорит, туда, говорит, еще сходите. Вот мы идем. А, ну здесь получается еще как бы одна река параллельная. Просто в джунглях, понимаете? Змея! Шутка. А, ну вот, видите, как здесь классно? Вау! Ну да! Вот, здесь прям бассейн. Здесь еще можно покупаться. Но там вода бьет. Опа! Блин, красота, конечно. Если здесь пробраться вот так вот по камням, по вот этим вот огромным, то можно попасть еще в красоты. Смотрите, как там бьет водопад в камнях. И знаете, что я хочу сказать? Что здесь вот вода, можно, конечно, покупаться, но здесь вода, она какая-то вот мутноватая. Почему она такая мутноватая, хрен его знает. Рыба плавает. Рыба плавает. Но это все не то, как говорится. Так, давайте посмотрим, что у нас там. А, ну тут по руслу можно, короче, вот так вот шагать по камушкам. Опа! Пробираемся дальше. Ох, вот здесь небольшой есть мостик. Вау! Ну тут, кстати, прикольно. Это что, рисовые или какие-то поля, пальмы. И дальше русло реки уходит. Ну да, это рисовые, представляете? Мы прямо вот так вот, прямо вот так вот рядышком. Вау, здорово, ага. Мы прямо сейчас вместе с вами ходим по рисовым террасам, представляете? У них, кстати, здесь тоже чучелы стоят, вон, видите? Блин, прикольно вообще. Вот так растет рис. Здесь, кстати, можно вообще прям по ним походить на самом деле. Посмотреть, как растет рис. Вот кто ни разу не видел. Вот смотрите, вот так вот растет. Еще есть скалы. Вот чучела, видите, стоит. Блин, вообще класс. Вот это мы с вами осуществляем. Я аж даже думал, может там голышом занырнуть. А в итоге, видали, как бы поток туристов пришел. Я говорю, ну точно не поймут, сто процентов. В общем, ладно, на следующем водопаде, а у нас их по программе путешествий на Шри-Ланке несколько. На следующем обязательно исправимся. Возьмем с собой шортики. Да, пацаны? Да. И будем купаться. Разве что-то немножко обидно все купаться, но нет. Вот так вот. Ну что же, едем дальше. Мы вернулись в Канде и хотим пообедать в каком-то интересном заведении. Возможно... Не, ну это еще рестик. Ты что, посмотри, там белые халаты. Найдем сейчас место, где нам пообедать. Хотим вот прям какого-нибудь вот такого национального ответа, типа рискари, вот эти огромные порции, либо индийскую кухню. Вот Кришнадося, Шри Кришнадося. Вот мы с утра сюда хотели заехать, но там народу тьма просто была, и мы выбрали другой. Вот соседнее здание, заведение точнее. Здесь тоже индийская кухня, но тоже народу тьма. Вот еще есть заведение. Короче, заведений много, и здесь прям очень много индуистской истории. В этом вот Шри Кришнадося мы поняли, что нужно сюда прийти все-таки на завтрак, как мы и хотели. Поэтому в следующем выпуске обязательно здесь позавтракаем. Здесь, смотрите, слева находится большое озеро и храм, который очень пользуется популярностью местных, потому что это храм, где находятся зубы Будды. То есть там зубы, все ходят смотреть на зуб этого Будды, вот. Его там выносят в определенное время, насколько я знаю. Ну вот с утра сегодня и было столько здесь людей, столько народу. Вот здесь вот оно озеро, сейчас тоже здесь погуляем, наверное, какая-нибудь набережная, может быть, есть. Вот, но чуть позже. Так, в общем, мы выбрали заведение, будем кушать. Давай, заказывай тогда. Будем кушать рискари. Ну что же, в общем, вот эта вся история, вот все, что у Настенки, вообще все острое. У нас тоже. Я мясо, блин, попробовала, чтобы ничего не взорвался. Ну, что поделать? А снизу у них, короче, такая кондитерская, можно вот заказать всякие разные пироженки. А я розовый, а я розовый, белый. Все, 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 сейчас. Вот, и прямо здесь тоже попить чаечек или кофеечек. Ну и, конечно, кондитерку мы не могли бы имя пройти, взяли чаечек. Правда, у них чай всегда сладкий-сладкий. А, там ложечки есть, Настена. Вот такие у них прикольные ложечки. Держи. Ну что, как, вкусно, парни? Моешь как-то попробовать? Не, не хочу, я вот пироженку свою буду. И вот эти два кусочка тортика, два вот этих донатика, два чая вышло на 700 рупий. Это я вот к тому, что вот у местных цены совершенно другие. Это не ресторан, конечно. Да, вот так вот. Сытые, довольные, продолжаем гулять по Канде и вам его показывать. Нам туда, сейчас очень аккуратненько переходим дорогу, движение, здесь огонь. Пешеходы, стоп-стоп-стоп-стоп, пешеходы ничего не значат. Так что, если нас собьют, зафиксируем это на видеокамеру. Пойдем, пойдем, пойдем. Прикольно, да? Вот так вот, видите, попугаи покрасили лестницу. И вот оно, озеро. Прекрасное, красивое озерцо. Вдоль него, вообще вокруг этого озера, можно погулять. В какую сторону пойдем, Настена? Здесь, на этом озере, смотрите, можно вот взять, покататься на лодке, моторбот-сервис. Вот, сколько стоит, не знаю, кататься точно не будем, вообще не хочется. Мы уже катались на одном болоте, на втором не будем. Просто погуляем. Вот, предлагает нам, давайте, говорит, покатайтесь. Я говорю, не, мы не хотим. Представляете, мы идем, 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 я вот так вот голову поднимаю. Я говорю, прикинь, сосна. Представляете? Не знаю, это просто единичный случай, или они действительно здесь растут. Но чтобы в тропиках сосна, мне кажется, это что-то искусственная история. Кстати, вот возле вот этого пруда, прямо на этой набережной, находится вот такое красивое здание. Тоже сделано явно не в лангийском стиле, в европейском. И на первом этаже располагаются различные рестораны. Вот мы в некоторые заходили, там смотрели, что и как. Это же есть всякие сувенирные лавки. А дальше, второй, третий, это гостиница. А вон, кстати, виднеется Будда, вот там, видите, на горе. Огромная-огромная Будда. На набережной продают различные какие-то ягоды. Манго нарезанное, попкорн, какие-то то ли крыжовник, то ли что. Не знаем, что такое. Кстати, здесь еще воздушный рис продают. Вот, тоже можно брать. Но мы ничего не покупаем. Двигаемся дальше по улышкам. Немножко покажем архитектуру. Вот, например, посмотрите, вот это здание. Даже непонятно, какого года. Ну, видно, да, что древние. У них еще закрываются, когда вечером все ролеты. Смотрится это, конечно, все так себе. Конечно, все такое плесневелое. В каких-то непонятных пятнах. Интересная такая архитектура. Мы недавно ездили в Коломбо, когда... А там ездили в район, где находится мечеть такая красно-белая. И вы знаете, катаясь по Коломбо, я понял, что архитектор, который изобрел эту мечеть, это не только эта мечеть. Мы пока катались, много, короче, что видели. Вот. И, собственно, здесь тоже есть такая. Смотрите. Вот она мечеть, и тоже красно-белая. Причем у нее так интересно. Вон там вот наверху, на шпильках, посмотрите, на колоннах, миниатюра. Смотрится, конечно, вау. Из лангкейской кухни, которую мы еще не попробовали. Вот у нашего дома тоже есть вот такие лепешечки, рисовые лепешки. Они делают такой формы чашечки. Это хопперс называется. Куда еще яичко кладется. И самосов. Вот это вот пирожки жареные. Так, ну что делать вечер? На самом деле здесь даже палатки закрываются. Людей становится все меньше и меньше. Я так чувствую, что нужно ехать уже в отель. Но здесь такие вот улицы, прям вот видите как? Мусорные. Вот и все. Конец нашего сегодняшнего путешествия. Отправляемся домой. Будем отдыхать. Что-то, короче, подустали. Надо сегодня пораньше обязательно лечь спать. Ведь завтра мы снова отправляемся в путешествие. Ребятки, ставьте лайки, пишите комментарии. Ваша поддержка сейчас нам очень-очень необходима. Фух, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...